Игрок года FIFA. Ежегодная футбольная награда. Ее целью считается вручение различных наград за индивидуальные достижения в футболе. Первую самостоятельную церемонию FIFA провела 9 января 2017 года в Цюрихе, Швейцария. Ранее ежегодная футбольная награда самостоятельно вручалась организацией FIFA с 1991 по 2009 год. Победитель выбирался путем голосования между тренерами и игроками национальных сборных, а также журналистами. Первоначально данная награда вручалась только лучшему футболисту, а с 2001 года также была учреждена номинация «Лучшая футболистка». В 2010 году в результате соглашения между Францфутбол и FIFA была образована новая награда под названием «Золотой мяч FIFA». Она стала вручаться совместно, в то время как присуждение золотого мяча от Францфутбол было приостановлено, как и аналогичная награда от FIFA – «Игрок года». В 2016 году партнерство Францфутбол и FIFA было прекращено, из-за чего вручение золотого мяча от Францфутбол возобновилось, а FIFA стала присуждать новую награду под названием «The Best FIFA Men's Player». Самый молодой игрок, получивший награду «Игрок года FIFA», стал бразилец Роналдо. Бразильский футболист удостоился награды в возрасте 20 лет. Также он стал первым игроком, получившим ее дважды подряд. По совокупности наград «Игрок года FIFA», «Золотой мяч FIFA» и «The Best FIFA Men's Player» лидирует Лионель Месси, который становился лучшим 6 раз. Из них 4 раза подряд с 2009 по 2012 год, а также в 2015 и 2019 году. По общему количеству попаданий в тройку лучших также лидирует Лионель Месси. Далее идет Криштиану Роналду и Зинедин Зидан. Полные комплекты мячей – золотой, серебряной и бронзовой – сумели собрать три футболиста. Это бразилец Роналдо, француз Зинедин Зидан и португалец Криштиану Роналду. На награду лучшему игроку 2021 года от FIFA претендует Лионель Месси, Роберт Ливандовский и Мохаммед Сала. Криштиану Роналду не попал в тройку «The Best» от FIFA впервые за почти 15 лет. Правила определения лучшего игрока года выглядят следующим образом. Считаются голоса капитанов и тренеров всех национальных сборных, которые входят в FIFA. Каждый может выбрать трех игроков. Первый получит 5 очков, второй 3 и третий 1. Премия традиционно проводится в январе. В 2022 году церемония снова пройдет в швейцарском Цюрихе, прямо в штаб-квартире FIFA. Еще наградят вратаря и тренера года. Плюс выдадут премию Пушкаша – награду за лучший гол 2021 года. Ливандовский может забрать второй такой приз за два года. В этом случае Роберт составит компанию Криштиану и Рональдинью, а еще Зубастику Роналду. Все они выигрывали награду два раза подряд. Именно Роберта считают главным фаворитом в этой гонке в 2021 году. Пишите в комментариях, кто из футболистов достойно в 2021 году этой престижной награды. Субтитры сделал DimaTorzok